Потому что уже непонятно, если видео будет, то замечательно, я еще и это самое, вот первое неправильно запомнила, пересмотрю обязательно и запомню. Да? Ну, я буду записывать его, да, я думал, у меня тут получилось с этой программой. Ну, давай тогда еще... Сейчас, секунду, тут вообще запись идет. Ааа, он сохраняет. Значит, все-таки была запись. Получилась у меня с первого раза. Сейчас? Да, я думаю, получилось. Сейчас он сохраняет. Вот, 12% уже. Интересно, параллельно можно будет записать? А, нет, параллельно не запишут. Ну, подождем чуть-чуть. Секунд десять. Ну, может быть, я тогда напишу в отдых. А тебе сейчас нечего сказать? Не знаю. Да, я знаю просто, что, когда даешь людям написать, то это через месяц получается, через недели какие-то. Очень тяжело побудить с этими отзывами людей это сделать. Поэтому пока вот свеженькие, горяченькие лучше всего в этот момент. Ну, ты расскажи, у тебя что за марафон? Мне в него стоит вписаться? У меня там в основном девочки, женщины. А, для женщин, да? Да. Разве только в виде тренера, который дает... Я могу в виде тренера, да. У меня тоже есть там для женской аудитории специальные курсы. Я книжки писал для женщин. Вел блог раньше, «Дивизион любви» называется. Ну, там о том, как с мужчинами там себя вести, как завладеть мужчиной, окрутить, охмурить его, женить на себе и так далее. У вас же не такая тема, да? Нет, у нас больше рисовальный марафон, не рисовальный, а творческий. На этом все-таки рисую, я творческий человек. А, я видел. Меня это ближе, да. И вот это вот побудить человека что-то сотворить своими руками, что-то нарисовать. А, такую темную. Вдохновить, сказать, где можно почерпнуть идею. Ну, надо подумать, как-то мы можем скооперироваться. Во-первых, я тоже художник. Ну, я уже видела, да, на каком-то посте, по-моему, куда-то ссылка была и картинка. Да. «Дивизион, это мое». Я уже поняла, что что-то есть. «Это мое» там было написано. Но я не помню, что там написано. Но, в общем, я создал когда-то игру компьютерную, мультификационную, Петка Васильеванович. Это анимационный проект, там и стиль, и график, и все мое, и живопись, и анимация. Вот, можешь что-нибудь на эту тему придумать. А можешь что-нибудь придумать для женщин, какое-нибудь развитие энергетики, восстановление баланса, открытие чакр, каналов. Такую тему. Ну да, чтобы как-то побудить энергетические потоки, как-то, я не знаю, какая-то тема должна быть такая, чтобы, не знаю, чтобы хоп, и побежал творить. Да. Я всегда за, как бы, если есть желание, пожалуйста. Я подумала. А, чтобы именно творить, чтобы начать творить, да? Вот, отлично. У меня есть упражнение хорошее, которое сублимирует сексуальную энергетику в творческую энергетику. Это что-то тут. Ноль. Это упражнение из юги. Привет, Марина, да? Сейчас, подожди, уже где-то зафисть пошла. Ты его используйся так. О, слушай, голос нормально получился. Так что, я думаю, будет успешно. А, подожди, меня-то не видно. Заяшки. Сейчас пока не могу найти. Ну, давай, ладно, это я подпор. Чувствую. А, есть, все, мы вместе, два окошка. Так, отлично. Так, ну, сейчас мы запишем видеоотзыв. Слушай, ну, давай договорим. В общем, вот эту тему я могу дать. Ну, это с чакрами связано. Чакры, знаешь? Вот вертикально. Ну, я, слушай, могу же вам так. Да, и вот есть чакра физического труда, которая там под пупком находится. В области вот этой, там, более творческих способностей. В области сердца такие, знаешь, уже проявления любви, такие материнские какие-то вот способности, которые можно также реализовать. В области гортани способности разговорного жанра. Они очень у многих присутствуют, там, артистов, актеров, певцов, поэтов и так далее. Ну, там, в этой области знания такие уже предвидения. А высшая чакра находится тут над головой. Вот у меня сверкает, видишь? Это уже связь непосредственно с космосом, с ангелами, там, с космическими энергиями. И, соответственно, можно свою энергетику первоначальную, первородную перетягивать вот так вот вверх в ту чакру, какую мы хотим развить. Хотим, там, песни петь, да, значит, сюда, хотим рисовать сюда, хотим любить, там, тоже сюда. Вот, давай такое упражнение проведу. А как мы ее перетягиваем? Ну, так в этом-то упражнении заключается, которое я буду преподавать, да. Так я же должна знать, а то я... А, ты думаешь, там раздеваться что-то будем? Не, ничего такого. Ну, это как бы тантра, йога, это эти... Тибетские пульсации, пульсации тибетских лам. Не слышала? Такие упражнения. А, пять жемчужин еще называется. Такого не слышала? Тибетских лам. Пять жемчужин тибетских лам. Ну, какие-то упражнения. Да. Тибетские аутбитские лам. Ну, короче, это делается в одежде, стоя, просто мы дышим, и все там, вот так выдыхаем. Просто дышать. Ну, по сути, да, просто дышать. Только специальным способом. Вот. Прилив энергии потом, да? Да, да, идет прилив энергии, да. Ну, что бывают какие-то вот эмоциональные спады, да, и чувствуется, что нужна какая-то вот энергия, чтобы прили... При... прилило. Прилило. Да, ну, давай вот в марафоне, если есть у тебя там... Сколько он тебе, 30 дней длится, да? 21 день, 1 марта начинается. А, только начнется. Ну, я просто не знаю, у тебя там есть регламент какой-то, расписание? Какой день, чего? Нет, я каждый день даю занятия, и выполняют его в любое время, как бы... Ограничение, укладывают потом свои работы, творческие, и пишут о том, что... Ну, если договориться, то, в принципе, я могу... Я могу дать видеоупражнения, ну, просто давай формат обговорим, продемонстрировать, да? В виде урока некоторого, который, там, займет один день у тебя. Ну, например, в среду я чаще всего выходной, либо выходные, ну, суббат, воскресенье я могу. Либо я могу предоставить это в виде аудиозаписи, уже готовые, в качестве бонуса. То есть, там, какие-нибудь обещала, бонусы, подарки или что-то еще? Ничего такого не обещала. Ну, бонусы все любят. Вообще, надо обещать всегда на будущее. Какой-нибудь один бонус заготовки должен быть, хотя бы один. А лучше 4. 5-4. На будущее тебе говорю. Ну, я думаю, часть я в моем марафоне тоже буду. Для многих. Потому что, раз люди ко мне записали, в такой путь. Да. Ну, надо мне почитать, какой-то там призыв был на этом лендинге. Так. У меня в основном друзья. Хотя, конечно, половина друзей записалась. Те, кто уже меня знают, и уже все, о-о-о, мы с тобой. Они все из Сахалина, да? Нет. У меня не из Сахалина. Сахалина, кстати, небольшая часть. Да. У меня их не только из России. Повсюду. Наши, другом. Ну, ты вообще молодец. Очень общительная. И... Я еще это сам. Я еще молчу, потому что я шалела от того, что меня записывают. Я пытаюсь это самое. Пытаюсь что-то сокотролировать. Да? Не, ну ты же... А как ты будешь вести марафон, извини? В качестве вебинаров? Там же по-любому тебя будут записывать? Или как? Только аудио. Нет, почему? Если я готова к записыванию, так я, пожалуйста, я подготовлюсь. Побежала-бежала с кухни, прибежала, позвонила и... Знаете, где? Ой, ну я чувствую, ты новичок совсем в инфобизнесе. Могу тебе научить, как на этом и заработать еще дальше. Даже после этого марафона. Ну тебе там по 500 рублей, по-моему, сдают, да? Мне 500 рублей, да. Смотри, у тебя все 21 день прописано уже, да? Ну практически да. Ну есть некоторые дни, которые я могу подзаменить, либо добавить что-то в эти дни. Ну посмотри, можешь там пару дней взять, да? Я как тренер, например, выступлю. Либо, например, после 21 дня, есть такое понятие, апсейл. То есть что-то еще следующее. Там 3-4 дня, например, что-то я дополнительно дам. Потому что из одного семинара, тренинга, марафона могут быть несколько веточек идти разных направлений. Это новые продукты, которые также можно продать или как-то предложить. Понимаешь, и так можно делать бесконечно-бесконечно, цепляться, цепляться, цепляться. И твои люди будут как бы всегда в движухе, да? И мы с тобой можем заработать. И в принципе... Ну ты же пока еще не готова инфобизнесом конкретно заниматься, да? Но я думаю, начало у тебя уже великолепное. Ну не, начало положено, потому что я готова как-то. Да? Ну давай договоримся там, завтра, после завтра созвонимся и... Да, да, уже еще это все созреет, я пересплю с этой мыслью. Потом я обдумал, потому что идея-то хорошая. Да, ну вот это упражнение я тебе рассказал, уже могу дать. Что-нибудь еще там придумаем. Ну так же вот, смотри, 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 голову. Ну то те же массажи, вот опять же. Потому что у меня там массажная тема. По поводу творческого рисования. Ну я вообще сценарии пишу, и я впадаю в некоторый как бы транс, что ли. Чтобы это сделать наиболее творчески. То есть когда-то... Ой, слушай, я вспомнил. Когда-то, 20 лет назад, я даже преподавал развитие творческого мышления. У меня курс был такой. Представляешь? Ну там еще много графики было. Ну в смысле, таблички там я всякие давал. Там я давал как бы нестандартную реакцию, чтобы люди начинали нестандартно мыслить. Блин, так давно было, я уже и забыл. Надо вспомнить, да. Там еще латеральное мышление у меня было. Я не знаю, надо посмотреть, где мы совпадаем. Какие-то моменты точно есть совпадения. Ну все, с этим мы переспим. А теперь... Давай... По свежим следам запишем. Так, что я должна сказать? Представиться не надо мне. Просто... Да-да-да, представиться. А, ты никогда не оставляла что ли отзывы? Никогда не оставляла. Я вообще первый раз. Тогда запоминай. Для отзывов есть целая схема. Состоящая из... Я написала... Прям, не знаю, великолепно. А так, чтобы на камеру? Ну пробуй, тренируйся. Я специально ходил на разные тренинги, на чужие, чтобы оставлять им отзывы. Я специально это делал, да. Это намеренно так... Ну как бы развивал себе вот эти чувства. И вот видишь, я и говорю, в принципе, наверное, как лектор нормально, да? Говоришь нормально. Вот, я специально ходил на курсы актерского мастерства, изучал риторику, чтобы выступать. Я раньше заикался. Я, понимаешь, я не мог экзамены в школе сдавать. Я от этого всего избавился, если я выбрал такой путь. Так что ты выбирай и начинай действовать. Готово? Дай пять. Дай пять. Все. Теперь запоминай. Пять пунктов для дачи показаний. Для отзыва. Первое. Представиться, кто я, откуда, зачем и почему, да? Второе. Обозначить проблему. Ну, что случилось, зачем, с чем обратилась, да? Третье. Ну, по-моему, пока все очень просто. К кому обратилась и по какому случаю? Меня зовут Олег Лавгудвин. Мы находимся сейчас где? На онлайн-консультации. Да? Сама массажа. Вот всего лишь эту фразу запомнить и все. И, соответственно, что получилось? То есть, дальше... Ну, то есть, это все по одному предложению можно сделать. По два, по три предложения максимум. Что получилось? Дальше рассказываешь, что почувствовала, какие там практики применила, может быть, какое-то что-то конкретное. Можно с кем-нибудь сравнить, там, может, ты такое же, например, делала, но там не получалось, а здесь получилось. Или вот, ну, какой-то анализ дать того, что произошло, да? Пятое, получается, вау-эффектом, ну, если что-то у тебя была эмоция, да, какой-то взрыв эмоций. Вау, супер получилось! Девчонки, все бегите сюда. Ну, например. И вот я уже озвучил это шестое, заключительное, да, это, ну, может, не девчонки бегите сюда, а просто какую-нибудь рекомендацию дать, кто смотрит этот отзыв. То есть мы же делаем его не тебе, не мне, а каким-то неизвестным людям, которые нас не знают, что вот, если вы хотите, например, так-то и так-то получить такой-то эффект, то обращайтесь, там, например, к тому-то и к тому-то, да, или там, или все приходите сюда, или, я не знаю, мы подружились с Олегом, будем вместе вести тренинги, бегите к нам на тренинги. Ну, вообще, какой-то финал такой. Вот все. Так, подожди, я еще один. Запомнила? Так, я, меня зовут, и я откуда, да, это обязательно новость? Да. Обратилась по такой-то проблеме? Не, ну, если ты скрываешься, ты можешь, конечно, это, сказать вымышленное имя, но я думаю, тебе как тренировать. Я не скрываюсь. Ну, тогда, да, обратилась по какой проблеме? Ну, причину же, надо назвать. Второе, куда обратилась? Ой, третье. Да? Четвертое, анализ того, что получила, какие-нибудь конкретные там фишечки, методики, или там, ну, мои фокусы, штучки. Так, Афа и Олегу 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 Олегу. Угу. Гудвин? Да, Олег Олегу Олегу Гудвин. Тренер по массажу, онлайн-консультация по самомассажу. Видишь, я тебе еще дополнительно коучу о том, как давать отзывы. Нет, я, в принципе, если бы я подготовилась, я бы могла бы, ох, какую сдать. Не, 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 подожди, подожди, сейчас не про тебя речь уже. А речь про того, с кого ты потом будешь быть отзывы. А, с кого я буду брать? Тебе потом тоже будут давать отзывы, вот, готовься. Угу. Я считаю, еще дополнительный мастер-класс. Так, ты сказал, что у тебя первый раз, такой. Первый раз по скайпу я даю, да, и первый раз этот, записываю на Camtasia Studio. А отзывы-то я не первый раз снимал. Чуть-то упал эффект, да. Я имею в виду мастер-класс по отзывам, я тебе говорю. Так, какой ты записала пункт сейчас? Вал эффект, последнее, что-то. А, вал эффект. Ну, это понятно, да, Леша, про инсультацию, потом, что у нас, что-то я, видимо, пропустила. Онлайн-консультация по самомассажу называлась. Да, да, это я написала. Дальше ты пропустила анализ ситуации. Ну, то есть, сравнить с кем-то штучки, фишки, что-то там конкретное там. Ой, нажала вот сюда, и прям все заболело. А, вот ты говорила, помнишь? Вот сюда нажала, а у меня вот тут отдало. То есть, прям конкретно почувствовала связь, да? Ну, может психо... Я попробовала, это... Ну, можно связь почувствовать, какую? Мышечную, да, суставную, психоэмоциональную связь, психо-соматическую связь. Может, я же таки, практически лучше. Да ладно, давай два раза сделаем. Сделай и то, и другое. Думай. Давай сделаем думай, а если мне не понравится, то обрежешь мне. Ну, да. Все записала или ты еще пишешь? Нет, я уже вроде бы все записала, но я, конечно... И последний, шестой, получается, пункт рекомендации. Ну, вот смотри, все это можно сделать. Шесть предложений, соответственно, да? Или там по два предложений. По два. Вообще, обычно люди в 40 секунд укладываются, или там в минуту. Ну, не парься, некоторые 10 минут наговаривают. Бывают и такие отзывы у меня. А чаще всего одна минута, вот так, в среднем. Две минуты. Так что, готово? Да, готово. Сейчас, секунду. Куда-то надеялось. Чуть не могу понять. Блин, видимо, наверное, пока ролик не сохранился, но не сможет кнопку нажать. Сейчас, подождем. Там про вебинары говорили в пятницу, я не был, да? А я тоже не была. Тоже не была. Вот сейчас... У меня же некогда посмотреть, у меня что-то такая запарка. Это мне совершенно некогда, да. Ну, сейчас они обещали около двух часов выложить видео. Сейчас, не знаю, наверное, буду смотреть. Ну, я тоже, наверное, посмотрела. А завтра уже следующий, да, вебинар? Нет, в понедельник следующий. В понедельник? Через каждые два дня. В понедельник, среда, пятница. Ну, что? Нет? Ну, еще вот сейчас 60% записалось. Так, ну, давай пока подумаем, что еще можно сделать для твоих девочек. Они хоть какого возраста, там, диапазон какой? У меня всякие разные. Ну, у нас и пенсионерки, и молодые, и вообще всякие разные. Понять целевую аудиторию надо. А это все замужние? Всеми ими? Ну, вот этого я не могу сказать замужней или не замужней, но, мне кажется, наверное, семьи, да, большинство. А к чему стремятся? К чему? Ну, раз ко мне пришли, значит, стремятся внести творчество какое-то в свою жизнь. Это твои знакомые когда-то были раньше, да? Ну, практически все, да, практически все, те, кто пришли, это вот моя целевая аудитория, там, таких людей. Ты говоришь, 150 человек у тебя, да? 167 здесь. Так, откуда тогда целевая аудитория взялась такая, из какого-то другого проекта? А та? Да, откуда она взялась? Я много, пляж. О, что-то звук пропадает. Еще раз. Я учитывала во многих проектах, в тренингах, во всяких. А, то есть, с чужих тренингов, да? Да, да. А-а-а. Люди, которые, с кем я знакомилась, с кем-то это самое, да, и они все приходили ко мне в друзьях, потому что, ну, такой человек, как я. Все, я понял, да. Значит, с тренингов других, все, хорошо. Ну, и так просто... Вот, видишь, это называется нетворкинг, то есть ты занимаешься нетворкингом. Это что такое? Вот, видишь, не зная этого, что я хотел сказать, ты занимаешься нетворкингом. Ну, грубо говоря, устанавливаешь, профессионально устанавливаешь и используешь связи. Устанавливаешь. Да, да, да. Ну, я просто общительный человек, а мне, когда люди заходят на страничку, у меня страничка живая. У меня нету репостов, у меня нету перепостов других, чужих страничек. Никогда я их не делаю. Если я кого-то хочу, о ком-то хочу рассказать, то я пишу сама. А, да? Слушай, это что? Да, и поэтому мне многие говорят, что, Мариш, у тебя страничка, это как визитная карточка ВКонтакте. Мне это очень нравится. Да, 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 правильно. Но это же время колоссальное тратится. Время, да, время много. Во-первых, я рисую что-то, делаю. Если у меня какая-то мысль есть, я выкладываю свои мысли и их же иллюстрирую. И вы там вот все... Не знаю, ко мне люди ходят, говорят, мы к тебе ходим как на работу. Утром прохитаемся, да, и на твою страничку посмотри, что ты со мной придумаешь. Слушай, как здорово. Ну, я тобой восхищен. Так я сама собою восхищенную, какая я я? Молодец. Так, ну все, готова к записи? Уже готова, да? Нажимаю. Да, нажимаю. Три секунды, две, один. Привет. Привет. Меня зовут Марина Кубзева, я с Южно-Сахалинска. Я впервые обратилась на консультацию онлайн вот в таком формате к тренеру Олегову Лудину. Ну, что сказать могу, мне очень понравилось. Я обратилась к своей проблемой в шейно-воротниковой зоне, потому что есть такая проблема. Мне показал Олег, как себя вести, что нужно делать для того, чтобы снять какие-то блоки, чувствовать прилив энергии, какая-то бодрость появилась после упражнений. Ну, мне понравилось, мне очень понравилось. Я в отторге, можно даже сказать. Не знаю, мне очень понравилось общение с тобой, Ларис, очень приятно. Мы подружились, и дальше будем общаться, обязательно буду обращаться. Ну, и другим советую тоже обращаться. Обращайтесь, приходите, звоните, пишите. Олег, это молодец, конечно. Ну, молодец, Марина, спасибо и тебе. Ты, Миша, обращайтесь на консультацию по самому массажу, да? Да. Ну, может быть, я... Давай, может, переснимем или нормально? Нормально. Ну... Давай переснимем. В принципе, все хорошо, но как-то так скомканно. Давай просто немножко поконкретнее, что ли, поизящней. Так, подожди. Может быть, тебя письмаешь, мы обрежем? Ну, я потом обрежу, да, все. Просто скажи, готова или нет. Сейчас я вспомни, что это бывает. Я тебе дам отмашку. Прям как в кино. Раз, два, три, дуба и два. Да, дуба и два. Это что я там неправильно сказала? Да, все правильно. Ну, просто, знаешь, так как-то вот... Танцовка. Бесконкретики, да. Приходите к нам, а куда, чего, например. Где были, что конкретно там нажало, может быть. Или там какие-то детали интересные. Ну, что-то вот, что конкретно нажало. Так, ладно. Ну, или, знаешь, ты начинаешь говорить. Олег очень хороший человек, да. Но как-то подведи к тому, что вывод из этой ситуации, да. Что я вам советую именно у него там проходить какие-то практики телесные, например. Потому что он это все дает именно позитивно. То есть как-то фразы из фразы должна вытекать. Вот даже тот список, который я тебе дал, ты посмотри внимательно. На каждое следующее цепляет за предыдущее. Каждый пункт сопротивляет за предыдущий. Так, ну ладно. Готова? Давай. Даю отмазку. Поехали! Здравствуйте, меня зовут Марина, я с Южно-Схалинка. Впервые я обратилась на такую вот онлайн-конкурсию к тренеру по самомассажу, Олег Голох-Угурт. Что-то не про проблемы в шейно-схалинской зоне. Проблему мы, в принципе, решили. Не то чтобы решили, Олег показал мне, как справляться с моей проблемой, что нужно для этого делать. Сказал много упражнений, несколько упражнений, которые я буду обязательно использовать в своей повседневной жизни. Не могу. Что я не могу вообще? У тебя хороший тренинг, это ломка такая вот эта, которая идет. Надо ее преодолеть. Что? Хороший тренинг. Это хороший тренинг для тебя. Мы же все тренируемся друг у друга. Ломка вот эта, которая идет. Выйди из зоны комфорта. Выйди из вот этого. Холшебного пендаля тебе не хватает. Ну давай. Готовишься, да? Забывай вообще, что-то дальше скажи. О, ну тебе записан текст. Ну что, я все-таки напишу, а? Ну хорошо, пиши. Давай. Я лучше напишу, потому что ты там не... Все, ладно, ладно, да, все должно быть комфортно, не можешь, так не можешь. Но там какой-то кусочек есть в начале, так его и оставим там какое-то что-то первое. На минутку примерно. Все, давай думать, как дальше будем взаимодействовать. Я могу там... У тебя по вечерам идет, да, марафон? Восемь часов? Ну не то, чтобы говорить, нет, это не онлайн у меня марафон. А какой, в записи? Нет, я видео практически не даю. Я даю задания, я выкладываю задания на страничке, они находятся, они сами в любой момент комфортно себе выбирают, читают задания и выполняют. Ну давай в качестве регламента просто продумай, где чего-то можно вставить, я могу нишу заполнить какую-то дырку там в марафоне, например, да? Нет, ты можешь даже, может быть, какое-то видео записать, какое-то, может быть, у тебя есть видео или записать что-то. Туда вставим и просто, чтобы они просмотрели. Я все могу, и видео, и аудио, и текстом, и рисунками. Привет!